Около 15 миллионов гривен ежемесячно жители Запорожской области перечисляют фискальные службы в качестве военного сбора среди самых крупных плательщиков предприятия металлургической, энергетической и транспортной отрасли. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил руководитель управления фискальной службы в Запорожской области. Также налоговики подвели итоги работы по борьбе с теневой экономикой и выплаты зарплат в конвертах. Подробности знает Наталья Зайченко. С 3 августа в Украине введён военный сбор. На потребности армии каждый украинец ежемесячно платит полтора процента от своей заработной платы и других трудовых доходов. Кроме этого, военный сбор также взимается с выигрышей в лотерею. За полтора месяца в Запорожской области собрали почти 25 миллионов гривен. Этой суммы, к примеру, хватит для приобретения более 4 тысяч бронежилетов максимальной степени защиты. В целом, в сентябре текущего года ожидается поступление почти 15 миллионов гривен. Это приблизительно составит каждый месяц. Каждый месяц будет эта сумма порядка 15 миллионов. Но это без учёта офиса крупных плательщиков в Запорожской области. Пока военный сбор введён до конца 2014 года. Но эксперты не исключают, что его продлят до окончания 2015-го. Всё зависит от того, какое решение примет Верховная Рада. В областном управлении фискальной службы сообщают. В регионе продолжается борьба с выплатой зарплат в конвертах. Больше всего нарушений закона Украины об оплате труда выявлено в аграрном секторе. В качестве примера Алексей Ковылин приводит одно из фермерских хозяйств региона. Было выявлено 7 неоформленных наёмных работников, которые производили сбор урожая на тракторах и комбайнах. Однако предприятие в нарушении требований действующего законодательства не насчитывало, не удерживало и не перечисляло в бюджет налог на доходы физлиц и единый социальный взнос. В результате предприятие уданочислено было и налогой штрафных санкций 23 тысячи гривен. Всего по результатам проверок, проведенных фискальной службой в этом году, к административной ответственности привлечено 140 должностных лиц.